МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То хип-хоп – это заслуга непосредственно музыкантов, молодежи, то есть полностью уличной моды. Пазл уличной культуры сложился из брейка, рэпа, граффити, баскетбола и скейтбординга. Динамичный и экспрессивный стиль требовал свободы, в том числе и движения. Первая ассоциация – это, конечно же, широкие футболки и майки в мужском стиле. Это широкие джинсы, похожие на трубы. И, конечно же, это спортивная обувь. Поскольку хип-хоп зарождался в каких-то мрачных кварталах, мрачных американских кварталах, где проживала не самая благополучная молодежь, в частности, афроамериканцы, то, конечно же, цвета хип-хопа изначально – это черные и вообще любые темные тона. С развитием стиля цвета приобрели более позитивный характер и стали ярче. Классические Джорданы сменились на любые найки, нью-белансы, конверсы или тимболэнды. Хип-хоп-леди помимо спортивной обуви могут позволить себе и лодочки, и экстравагантные туфли, и сапоги на каблуках. Хип-хоп-движение, хип-хоп-направление подразумевает под собой наличие большого количества аксессуаров. Если рассматривать головные уборы, то это прежде всего кепки с прямым козырьком. Хип-хоперы, рэперы любят использовать объемные цепи, как золотые, так и серебряные. На таких цепях, как правило, может красоваться огромнейший кулон, больше похожий на жетон, который мог рассказать о том, что этот рэпер принадлежит к тому или иному клану. Отечественные представители хип-хоп-моды – это, например, Гоша Рубчинский, а также бренд Blackstar. На сегодняшний день очень многие рэперы и хип-хоперы сотрудничают с дизайнерами, с домами моды и создают свои линии одежды, как, например, Kanye West. Есть некоторые бренды, которые тоже на сегодняшний день очень востребованы и делают деньги на простых футболках или на простых брюках. Это такие бренды, как, например, Supreme. Они, опять же, сделали коллаборацию с очень известным брендом, таким как Louis Vuitton, и выпустили ограниченную серию одежды и аксессуаров. Слегка причесанные представители новой школы хоть и могут позволить себе костюмы Prada, но все так же транслируют философию Гетца, пусть и в другой плоскости.